Безжалостность Я отношусь к иронией, но тем не менее Такой добрый Точнее к нему я отношусь с уважением Я отношусь к доброй иронии нашим последовательным Кастадынианцам, но там есть одна очень интересная идея Дон Хуан обучал Кастанеду В первую очередь безжалостность Почему? Потому что ему нужно было освобожденное Внимание Кастанеды Только освободив внимание Он мог начать им самостоятельно управлять А самостоятельно управлять Достигать тех целей, которые стоял перед ним Дон Хуан Так требуется любому из нас Наше внимание не свободно Внимание не свободно, но по очень простой причине Внимание это то, что управляет миром А значит мир хочет управлять вниманием И он его ловит Концептуально, медиатологически По-всякому Все пытаются захватить и управлять нашим вниманием А самое печальное После наступления дисциплинарного общества Что оно хочет управлять нашим внутренним вниманием До дисциплинарного общества хотя бы претендовали Социум претендовал на внешнее внимание внутренне оставлял незанятым а тут уже внутреннее внимание как бы египетский раб работая на строительстве пирамид отработал смену валяйся никому не интересно что у тебя внутри сейчас нет сейчас это должен быть политически и социально грамотным и выверенным даже внутри думать верные мысли и испытывать верно подальнические чувства по отношению той концепции которая тебя захватила и который ты служишь но для того чтобы освободить наше абсолютно не освобожденное внимание сделать его свободным вернуть нам и мы могли самим управлять а значит управлять собой и своей действительностью его нужно освободить основной метод который используют социум современный дисциплинарное общество для захвата внимания это так называемая ложная гуманность вот звуки и и вы легко поймете по теории белым там на повод этому все левацкой этой истории стану с лгбт и со всем остальным и прочим 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 с тем как она подается организовывается когда бьется на жалость но жалость и требования равноправия в среде инфантильных людей которыми мы являемся это в массе своей это очень ложная стратегия мы будем разбирать ее и на социальных и на личных примерах половинку семинара я буду рассказывать как по что такое ложная гуманность и почему она плохая а второе что такое истинная гуманность мостик через это перебрасывает безжалостность как ее добиться и что будет потом в результате как освободиться ваше внимание и что с этим вниманием делать поэтому безжалостность это не самоцель безжалостность это условия освобождение своего внимания возвращение его к себе в управлении важнейший элемент потому что всерьез чему-либо научиться что-либо сделать не обладая своим вниманием не управляем не возможно and enterprises great pitching moment with this regard the current turn away and lose the name of action сказал когда-то гамлет и начинание взнесшиеся мощно теряя в сторону сворачивая в сторону свой ход теряют имя действия вот так это и бывает у нас значит в мощное начинание потом внимание развеялась рассеялась и увелось и все и мы теряем то что мы начинали теряет имя действия чтобы такого с нами не происходило чтобы намерение наше было твердым гибким и твердым и всегда достигала цели надо вернуть себе право на собственное внимание это мы будем учиться 17 и 31 июля приходить там под видео у вас такой черный треугольничек если вы нажмете это будет ссылочка по которой можно зарегистрироваться туда и идите спасибо за внимание за внимание за которым это боремся